ДУХОВНОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ Геронда, как мне избавиться от самомнения? Если ты заглянешь внутрь себя, познаешь себя, что станешь сама себе противна. Если человек через познание себя не смирится естественно, то благодать Божия не сможет пребывать в нем. — Дьявол всю жизнь, даже если Бог даст человеку долголетие Мафусала, будет играть с ним в кошки-мышки. То дьявол внушит гордый помысел, то человек ответит помыслом смиренным. То один будет побеждать, то другой. Так и будут продолжать дудеть в одну дуду. — Геронда, я вижу, что все сестры, даже молодые, превзошли меня в добродетели. Сама не смирилась, так смирили другие. Знаешь, что делают, когда хотят запустить ракету в космос? Ведут обратный отсчет. Десять, девять, восемь, семь, один, ноль. Когда доходит до нуля, ракета стартует. Ты дошла до нуля, теперь полетишь вверх. Ты физике училась? — Да, Геронда. Пришло время изучить духовную физику. Узнать, как происходит духовное расщепление личностей. Как, Геронда? Когда ты займешься собой, познаешь себя, смиришься, тогда произойдет духовное расщепление твоей личности. Освободится духовная энергия, и ты полетишь в космос. Только так можно выйти на духовную орбиту. В противном случае останешься на мирской. Нет человеку никакой пользы, если он познает весь мир, но не познает свой собственный. Если он сначала познает свой внутренний мир, то есть свою личность, то потом легко сможет изучить не только Землю, но и космос. Когда человек познает себя, тогда само собою происходит расщепление его личности, и он начинает вращаться на духовной орбите, вне притяжения Земли, вне притяжения мира. Хотя он и живет на Земле как человек, но не испытывает притяжения греха и вообще мирских похотей. Если в человеке остается гордость, то это значит, что у него нет правильного понятия о себе? Да, еще не произошло духовного расщепления его личности. То есть мы вновь возвращаемся к смирению? Ну, конечно. Человек, в котором есть гордость, не познал себя. Если он познает себя, то гордость уйдет. Познание — это главное. Нет познания, поэтому нет и смирения. И когда человек в смирении познает себя, тогда получает признание у людей. А если есть познание, но нет смирения, тогда нет доброго расположения, любочестия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok